А зачем вы бейджик сняли? Вот мой бейджик. Потому что там сломалась штучка, это на бейджике. Вот мой бейджик. Дальше. То есть вас зовут Елена, правильно? Да, я уже представилась вам, что меня зовут Елена. Я на данном случае здесь, значит, клиентов. Да? Нет, вы Елена, да? Вы здесь кого представляете? Я работаю здесь на данном случае. То есть вы официально оформлены? Да, я официально оформлена. Понятно. Я работаю в ПВЗ здесь. В ПВЗ? Дальше. У меня такой вопрос к вам возник. Какой? Что неоднократно вступала на вас жалоба о том, что вы, когда приходите в пункт выдачи заказов, ведете себя некорректно. Вы хамите, вы грубите. Вы относитесь хамски к сотрудникам ПВЗ и так далее. Их там много, да? Вы на данном случае к сотруднице ПВЗ. Так. Значит, далее. Вы запрещаете вскрывать ваши посылки, которые они закрытые. Да. Что идет нарушение по инструкции по нашей, по ВИС Боксбори. У нас есть инструкция определенная. Определенная, да? Да. У нас есть инструкция. Мы обязаны проверять то, что приносят клиенты. Можно узнать у вас, Елена, если вы говорите, вы обязаны проверять. Так. Кто вам эти инструкции дал? То есть вы их устно получили или вы письменно ознакомились и расписались? Конечно, мы письменно ознакомились. Вы зайдите. Хорошо, подождите. Вы только что от записи видео сказали, что вы получили определенную инструкцию. Конечно. Хорошо, тогда к вам вопрос. Так. На какой предмет вы проверяете эти посылки? На предмет наркотических недопустимых средств отправки. На данном случае, значит, оператор должен, вот, есть определенная инструкция раз, значит, есть определенная инструкция, как мы должны себя вести, да, при получении от клиента посылки на отправку. Мы должны проверить, удостовериться, значит, в ее содержимом, потому, чтобы, да, на предмет, чтобы вы не отправили запрещенные предметы, а именно оружие. Ну, Елена, давайте закруглимся, то есть на запрещенные предметы. Да. И все? Ну, мы должны ее проверить. Да, вы должны проверить на запрещенные предметы, правильно? Так. И все? Мы ее проверяем, например, а что еще? Нет, вот я вот спрашиваю вас. То есть вы запретили вскрывать посылку? Подождите, стоп, давайте разберемся с одним. Вы сказали, что вы ознакомлены с инструкциями, вы расписались за них, где четко написано, что вы имеете право проверять посылки на запрещенные предметы, да? Хорошо, наверное. Да. Согласие клиента или без согласия? В смысле? Это идет алгоритм действий. Вы можете спокойно, без повышения тона и мимику не менять? Спокойно просто. Вы просто не услышали меня, да? Постараюсь слушать, давайте. Слушайте. Это идет определенный алгоритм действий. Когда вы приносите посылку в ПВЗ, у нас идет осмотр этого предмета, этой посылки. То есть мы должны свериться с программой, да, на данный момент, что вы там, потому что вы можете заявить одно в программе, что вы кладете туда, а отправить совершенно другое. То, что совершенно там, не важно, противоречит. Это, по инструкции в ПВЗ запрещено это делать. Это обман, это мошенничество. Елена, смотрите. Хорошо. Вы, вот вы, Елена, вы точно, вы точно ознакомились с этими инструкциями и расписались? Или вы мне сейчас даете информацию, которая, вот вы, это только ваши понятия? Просто вы не ответили прямо на вопрос. У вас есть, у вас есть четкая инструкция для того, чтобы проверять посылки на предмет, на предмет. Имеющихся запрещенных веществ. Вот вы сейчас у вас посмотрели, у вас вот там мой паспорт. Как он к вам попал? Это не ваш паспорт. Это мой паспорт. Это не ваш паспорт. Почему вы его сфотографировали? Это не ваш паспорт. Это мой паспорт. Вот только что вы сейчас сфотографировали мой паспорт. Елена. Значит так, еще раз. Зачем вы это сделали? Я не фотографировала ваш паспорт. Вот, я только что видел свой паспорт на вашем телефоне. Я не фотографировала ваш паспорт. Зачем вы это сделали? Мы дальше можем вопросы решать? Да, можем. хорошо вы не ответили на один вопрос у вас только одна инструкция на предмет запрещенных товаров проверка посылки правильно вы запретили но вы можете сказать да или нет все проехать на предмет запрещенных когда я вам задаю второй вопрос если вы имеете право проверять посылку соответствует она программе какой-то ваши там еще чему-то вот то есть что это такое подробнее можете сказать о чем но что за соответственно что вы за соответствие что я имею право просмотреть в товар вложения значит посылку что я отправляю на предмет какой на какой предмет запрещенные груза кроме запрещенных мы это про а в пас программе еще какие соответствия вы должны сравнить фамилия имя отчество еще что же паспортный да так который я должна внести нет вы меня не поняли вы должны осмотреть посылку на предмет запрещенных товаров правильно да все и на этом все она без моего разрешения вскрыла и посмотрела я после этого сказал вы будете отправлять вашего разрешения и просто я отвернулся за паспортом пошел она открыла взяла открыла этот пипа смотрела она я она посмотри хорошо смотрите ладно у меня другой вопрос у меня другой сейчас вопрос вы посмотрели посылку на предмет видите что при запрещенных товаров там нет ваши дальнейшие действия какие почему вы отказываетесь при ее дальше значит она не соответствовала а чему вот я об этом в какой не советовал заявленное что вы отправляете не соответствует заявленной отправки а как вы эту как вы вы же не эксперт как вы как попросили посмотреть вас попросили да я показал что это соответствовало да тимка соответствовало то что вы отправляете то есть вот именно это вот вот теперь мы подошли к картинке правильно то есть еще карт кроме запрещенных товаров еще должна соответствовать картинка я вас там сказала я только что это Не, вы только что сказали. До этого вы сказали только про запрещенное. Сейчас вы говорите уже про картинку. У вас должна соответствовать теперь картинка. То есть картинка, правильно? Совершенно верно. Если вы отправляете 5 предметов, значит, они должны быть 5 предметов. Если должен быть один предмет, значит, один. Или объяснить нормально. Как объяснять? Ну, объяснить, что, например, я вот сегодня отправлю, не носки сегодня отправляю. Я сказал, я сказал, что вот в этой посылке именно то, что написано в описании объявления. А мне вопрос... Посмотрели без моего разрешения посылку. Вскрыли, посмотрели. Сегодня. Это отдельный вопрос. Хорошо, мы это решим. Окей, хорошо, мы решим. Вы вчера что устроили? Что вчера я устроил? Ничего. У вас есть запись? Давайте ее посмотрим. Вы думаете, почему я сегодня вам задала? А давайте посмотрим эту запись. Я сегодня задала вам этот вопрос. Хорошо, Елена. Ну, сейчас я вас... Давайте, если вы сейчас фамилию скажете, я прямо сейчас поеду в полицию и просто заявлю на вас, лично. Давайте. Вы сейчас говорите свои данные? Давайте говорите. Как вас зовут? Имя, фамилию, отчество? Сюда вызывайте. Спасибо.